Разглядеть Яну Архиппенко в большом классе можно без труда. Всегда прилежная и очень серьезная, она внимательно слушает педагогов, стараясь каждый день пополнять свой багаж знаний чем-то новым и интересным. Ученица 10 класса приоритетными для себя сделала физику и математику, обучаясь точным наукам в профильном классе. Но это не мешает девушке любить словесность. Именно поэтому она посещает необычный школьный клуб ЮНЕСКО «Мозаика», где Яна развивается как творческая личность. Попытать силы в написании эссе девушке предложила любимая учительница английского языка Юлиана Врублевская и по совместительству и руководитель школьного объединения, и не прогадала. Учительница просто на уроки приходила и говорила, что «А давайте здесь поучаствуем, давайте здесь, кто хочет, подходите, мы обсудим после урока и будем дальше работать, работать». Ну, я как-то написала, подошла, говорю, вот, у меня что-то получилось. Ну, мы обсудили немножечко, оставались чуть-чуть после уроков, как-то работали, ну, получилось так. Несмотря на серьезную занятость в учебе, Яна взялась за конкурсную работу, и сегодня об этом ни капельки не жалеет. Любуюсь на сертификат участника международного конкурса, а также на грамоту победителя, девушка вспоминает о том, как шла работа над сочинением, над темой и способами ее раскрытия. Из нескольких тысяч эссе публицистический материал Брещанки вошел в топ-25 лучших в мире. А рубрика «Я гражданин Земли» подарила огромное поле для рассуждений, среди большого списка которых Яна Архипенко затронула тему экологии. Тема обширная была, можно было взять любое направление. Ну, я взяла, как бы, проблемы окружающей среды. То есть, зачем люди загрязняют окружающую среду, им бы этого не стоило делать, можно было позаботиться и как-то о утилизации продуктов. Девушка даже не подозревала, что занятия и поездки клуба «Юнесска Мозаика» будут для нее настолько интересными и увлекательными. Сегодня для Яны эта маленькая школьная организация стала хорошей возможностью для раскрытия себя и реализации своего потенциала. Первая победная ступенька Яны Архипенко позади. И педагог Юлиана Врублевская уверена, что это только начало. Залог успеха – особый характер. Это очень умный ребенок. Она очень и преуспела довольно в учебе, и очень воспитанный. И вот у нее всегда вот такое желание помочь всем, окружить всех своей заботой. То есть она, ну, умница, одним словом. Конечно, очень хорошая девочка. И вот таких бы детей, конечно, побольше и в клубе, и вообще вокруг нас действительно бы что-то можно было изменить в нашей жизни. Наперед Яна Архипенко загадывать не любит. В ближайших планах подготовка к централизованному тестированию и выбор вуза. Но конкурс оказал свое влияние на мироощущение девушки. И, возможно, будущая профессия будет связана с решением экологических проблем в мировом масштабе. Продолжение следует...